Друзья мои, всем привет! С вами снова Наталья Новикова. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу затронуть, пожалуй, самую актуальную тему, почему эустома не развивается, почему она попросту отказывается расти. Эустому я выращиваю уже третий год подряд и, в принципе, у меня сформировалось свое собственное мнение на тему плохого роста эустомы и я с радостью готова данной информацией с вами поделиться. Ну и для начала немножко напомню вам, что свою эустому я сеяла 5 января. Это были профессиональные семена из магазина Соло, 4 расцветки. Ну и буквально пока она у меня еще находилась в торфотаблетках, я один раз ее подкормила кальциевой селитрой, ну а далее произвела пикировку в грунт, который также приготовила сама и после пересадки я пролила ее препаратом Аразер. Уже такая страшная бутылка, покупала я ее в огород-маркет, но если нет препарата Аразер, можно использовать Радифарм, то есть все те препараты, которые помогают нам растениям хорошо прижиться и нарастить корневую систему. Так вот многие зрители, которые просматривают обзоры эустомы у различных блогеров, они то и дело сравнивают свои посевы и говорят, что, ой, а вот в таком же возрасте моя эустома в два, а то и в три раза меньше. Так вот давайте поговорим с чем же это связано. Самое главное и основное условие, на мой взгляд, о котором я неоднократно вам уже говорила, это правильно подобранный и здоровый грунт, в котором будет расти ваша эустома. Я грунт готовлю самостоятельно, поэтому в нем я уверена на 100%. Он должен быть обязательно рыхлый и воздухопроницаемый. Если грунт будет плотный, то как следствие нарушается аэрация, то есть воздухообмен в почве и, соответственно, сколько бы вы вашу эустому не подкармливали, корни не смогут получить нужного питания. И с каждым поливом удобрения почва будет засаливаться. Если вы еще любитель перелить, то корни просто задохнутся и, как следствие, эустома ваша погибнет. Следующее условие это правильный пааж. Он у нас не должен вилять либо в сторону щелочного, либо в сторону кислого. Для этого существует масса способов от лакмусовых полосок, которые продаются, как правило, в интернет-магазинах, либо приборы, которые также помогают установить кислотность почвы. На это нужно, на мой взгляд, тоже обращать внимание. Грунт должен быть здоровый, то есть отсутствие патогенных микроорганизмов, поэтому мы держим руку на пульсе, не забываем про фунгициды. Если у нас еще прыгают в грунте различные насекомые, то мы применяем, естественно, инсектициды, то есть о них мы тоже не забываем. Естественно, если у нас развивается грибковое заболевание в почве, где растет эустома, то тут тоже ни о каком развитии говорить не приходится. Грунт должен быть питательный. Что это значит? А значит это, что если вы сеете эустому в таблетки, то нужно их брать обязательно торфяные, а не кокосовые. В кокосовых таблетках практически редко растут какие растения. Я в прошлом сезоне в кокосовые таблетки посеяла портулак, так как он не переносит торфа. Он больше любит такие песчаные почвы. Но кокос ему тоже не зашел. То есть растение не развивалось. То же самое происходит и с эустомой. Если вы еще посадили в торфяные таблетки, а потом при пикировке использовали, например, кокосовый субстрат с добавлением песка и немножко там какой-нибудь покупной земельки, я, честно говоря, очень скептически отношусь к любому покупному почву грунту. Я не знаю, какими удобрениями он заправляется. Поэтому если в грунте отсутствует биогумус, например, или компост, или любая другая органика, для меня он будет априори пустой, не питательный. Поэтому любому растению будет комфортно жить в таком грунте, когда он будет полностью питательный. Так что же делать, если грунт у нас плотный, а нам очень хочется, чтобы наша эустома тронулась в рост? В таком случае нам придет на помощь внекорневая подкормка. То есть подкормка по листу. Но раз уж корни у нас не способны взять все самое необходимое из почвы. Чем я не пользуюсь никогда для внекорневых подкормок? Это препаратами, которые в своем составе имеют любые гуминовые соединения. Ну, гуматы попросту. Это может быть обычный, например, энерген, либо биогумат от биокомплекса. То есть для корневых подкормок он идеален. Но для внекорневых это все коричневого цвета. У нас препараты, которые, когда мы разводим, они могут оставлять коричневый такой налет, разводы на листьях. Я уже пробовала не один раз. Поэтому те блогеры, которые советуют с различными вот этими вот коктейльчиками, бульончиками удобрять устому, все-таки, на мой взгляд, нужно про вот этот минус обязательно зрителям рассказывать. Потому что люди жалуются, что действительно потом остаются вот эти вот коричневые разводы. Поэтому, на мой взгляд, если уж мы говорим про биопрепараты, мне нам намного больше нравится суспензия хлореллы. Вот здесь вообще идеально, потому что здесь и аминокислоты, здесь и витамины. То есть препарат хороший и не оставляет никаких вот этих вот неприятных пятен. Еще один из самых моих любимых препаратов, который используется именно для внекорневой подкормки, он для этого и создавался, это Плантофол. К сожалению, он сейчас у меня закончился, надо вот мне его приобрести. Летом я активно им пользовалась. Особенно это актуально, когда идут затяжные дожди, а нам, например, надо ту же питунью подкормить. Вот меня спрашивали, Наташа, чем ты удобряешь в летний период свою питунью, кроме осмокота. Вот, когда у нас уже в вазоне болото, мы не можем совершать корневую подкормку, поэтому мы используем внекорневую подкормку удобрение, которое у нас идет по листочку, хорошо после стрижки питуньи, и также она восстанавливается, когда мы используем Плантофол. Поэтому в летний период у меня Плантофол уходил просто на ура. Так чем же хорош препарат под названием Плантофол? Ну, во-первых, в своем составе он содержит азот, калий, фосфор, сера, железо, медь и цинк. И все это находится в хилатной форме, то есть в легкодоступной. Далее он содержит прилипатель, что проще позволяет необходимым веществам попасть в мембрану клетки. Дальше имеются абсолютно различные формулы, что позволяет использовать данный препарат в разные периоды вегетации. То есть если нам надо, например, нарастить корешок, мы берем формулу, где повышенное содержание фосфора. Если зеленую массу, то азота. Если хотим сделать упор на цветение, то калий. То есть это очень удобно. Поэтому этот препарат я, друзья мои, абсолютно всем советую. И все бы было хорошо, если бы не одно глобальное «но». К сожалению, большому не все растения любят, когда их опрыскивают. И если та же фуксия и бальзамин вам скажут за легкий душ спасибо, то пеларгония или бегония этого точно не оценят. Все дело в том, что большие растения не любят, когда их опрыскивают, и маленькие тоже. Поэтому второй вариант, который также можно использовать, чтобы немножечко нам улучшить воздухообмен, это проколы. Но делать это нужно очень осторожно, чтобы не травмировать корни. То есть таким образом мы запускаем лишний кислород в нашу почву. Аккуратненько по краю стаканчика мы делаем вот такой вот прокол. И вытаскиваем в двух местах. Но, еще раз повторюсь, все вот это делать не нужно, если у нас с вами хороший, питательный и рыхлый грунт. Само по себе уже эта манипуляция считается ненужной. Я не делаю ни проколы, ни в принципе сейчас на данном этапе никакие внекорневые подкормки, потому что все необходимое моя устома получает из почвы. Ну вот, друзья, про грунт мы с вами поговорили. А теперь остановимся еще на нескольких моментах, которые также могут тормозить рост эустомы. Это, конечно, освещение. При учете, что эустома очень любит, чтобы ее досвечивали, обращайте внимание, какое количество часов в сутки она у вас находится под лампами. Далее немаловажный момент – это температура, где живут сеньцы эустомы. Если в помещении градусов 18, то сразу скажу, что эта температура низковатая для развития эустомы. Если сеньцы стоят на подоконнике, поставьте туда градусник и посмотрите, какая там температура. Потому что если температура в помещении низкая, то, соответственно, у нас низкая температура будет у почвы. Если вы будете еще поливать эустому холодной водой, то у нас может просто промерзание корневой системы. Соответственно, ничего там не будет усваиваться, а будет развиваться патогенная флора, и мы можем получить какое-нибудь грибковое заболевание. Поэтому, друзья мои, совет номер один – теплую воду используем для полива. Ну вот, это практически вся информация, которой я хотела сегодня с вами поделиться. Стояла у меня здесь торфотаблетка, которую я вам хотела показать, что есть еще тесенцы, которые находятся в таблетках. В ближайшее время я также произведу пикировку. Желаю вам всем хорошей, крепкой рассады, чтобы у вас все росло и ничего не стояло на месте. Спасибо, что были со мной. Увидимся, услышимся. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok